Архангельск Представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. Мы как начало Арктики, как город, который всегда был частью Арктики, частью большой истории Арктики, российской Арктики, считаем для себя это и очень почетным, и очень ответственным мероприятием, которое будет проходить здесь, на нашей территории. Все объекты, на которых предполагается проводить этот форум, и Северный Арктический федеральный университет, и Драматический театр, где будет проходить пленарное заседание, да и, честно говоря, вся инфраструктура, места питания, места проживания на сегодняшний день имеют высокую степень готовности. Сегодня в Архангельске пройдет заседание оперативной группы по координации действий во время палатка. Будет определен порядок проведения ледокольных, взрывных и других видов работ на реках области, чтобы не допустить наводнения в населенных пунктах региона. Начало серьезных весенних процессов мы ждем, наверное, в середине апреля. В этом году как-то все очень спокойно, пока уровни на реках понижены, и даже при каких-то остановках на заторных участках мы не ждем. Какого-то очень такого серьезного осложнения. Ледовые переправы, скорее всего, будут работать до середины апреля. При этом метеорологи отмечают, ситуация в любой момент может измениться. Из-за плохого состояния дорожного полотна в Котласе запретили автомобильное движение по одной из самых загруженных улиц города – Черково. По ней ежегодно проезжают тысячи автомобилей. Знак «Запрещающее движение» появляется здесь каждую весну по решению комиссии по безопасности дорожного движения. Эта мера вынужденная. Она позволяет незначительно, но снизить нагрузку на транзитную трассу. Сегодня на Черково выявлено 9 внушительных выбоин. Имеются выбоины с размерами, превышающие предельно допустимые требования ГОСТа. В связи с чем в начале марта этого года силами ГИБДД было привлечено должностное лицо МБУ службы благоустройства МОО «Котлас» за ненадлежащее содержание указанной автомобильной дороги. В июне 2015 года Котласский городской суд обязал собственника дороги администрацию Котласа привести улицу в надлежащее состояние. Тем не менее денег на капитальный ремонт дороги в городском бюджете 2017 не заложено. На улице Черково проведут только ямочный ремонт. Временное ограничение движения продлится до середины мая. Почти два месяца действует новый порядок регистрации контрольно-кассовой техники. Организациям и индивидуальным предпринимателям предстоит поменять свыше 7 тысяч единиц старой техники на новые онлайн-кассы. Сделать это необходимо до 1 июля. На регистрационный учет в Архангельске уже поставлено 400 новых онлайн-касс. Новая контрольно-кассовая техника содержит в себе программное обеспечение. Ведется база товаров, соответственно, можно подключить сканеры, дополнительное какое-то еще оборудование. И при продаже, это самое основное, данные все отправляются оператору фискальных данных. Уже с 1 июля 2017 года вся техника, не соответствующая новым требованиям, будет снята налоговыми органами с регистрационного учета. Те, кто промедлит с установкой онлайн-касс, будут оштрафованы. Для предпринимателей это 10 тысяч рублей, для организации 30. Повторное уклонение от обязательств сулит приостановку деятельности на срок до 90 дней. В майские праздники Северная железная дорога запускает дополнительные поезда. Они будут курсировать из Архангельска до Москвы и Санкт-Петербурга и обратно. Так, поезд из северной столицы в областной центр отправится 26 апреля из Архангельска на следующий день. Кроме того, назначен поезд с сообщением Москва-Архангельска, который отправится из столицы 29 апреля, пройдет через Санкт-Петербург и 30 апреля прибудет в Архангельск. Один дополнительный поезд назначен направлением Котлас-Москва и обратно, отправлением из Котласа 27 апреля и 8 мая, из Москвы 28 апреля и 9 мая. Сегодня в России день православной книги. Праздник отмечается уже 7 лет, хотя история его началась еще в 16 веке, когда в свет вышла первая на территории российского государства книга «Апостол», напечатанная Иваном Федоровым. Православная литература разножанрова – это и житие святых, и богословские книги, журналы и словари. По статистике, 70% читателей православной литературы – это дети. Если мы детей с самого начала обучаем нравственным основам, духовным основам, то мы знаем, что это основной стержень, на который потом нанизывается все. Или он будет врачом, или он будет каким-нибудь ученым, или он просто будет каким-нибудь водителем автобуса. Но самое главное, чтобы человек был духовно-нравственный. Православный текст мы услышим и на главном музыкальном событии весны – Большом пасхальном фестивале. Он откроется 18 апреля в Кирхе. Сегодня в Архангельске переменная облачность, днем небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер южный умеренный, температура от минус 1 до плюс 2 градусов. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова